Игорь Попов, эксперт Украинского института будущего, с нами на связи. Игорь Владимирович, приветствуем вас в эфире Freedom. Добрый вечер. Добрый вечер. Какие первые выводы мы можем сделать из этого визита? Достаточно на высоком уровне, встречаем опять гостей. В общем, цели какие-то были достигнуты этого визита? Ну, это один из этапов подготовки к заседанию Совета Европейского Союза, EU-Cancel, это высший руководящий орган, 14-15 декабря в Брюсселе они будут заседать. И для Украины это очень важное заседание, потому что в адженде этого заседания половина вопросов касается Украины. Это, наверное, самое ключевое для Украины, это переход к переговорам о членстве. Также долгосрочное планирование до 27-го года, где Украине предлагается заложить 50 миллиардов евро. И военная поддержка, то есть по European Peace Fund мы рассчитываем тоже на несколько лет на 20 миллиардов евро. И поэтому мы готовимся. И вот множество визитов из Брюсселя в Киев, из Киева в Брюссель, и переговоры Владимира Зеленского с европейскими лидерами. Каждый день происходят либо визиты, либо телефонные звонки. Пару дней назад президент Латвии приезжал, встречался с Владимиром Зеленским. И вот эти все три вопроса, конечно, в порядке дня каждый из этих встреч. Как правило, визиты высоких представителей Европы, ну, в принципе, любой страны, которая приезжает в Украину, просто так не происходит. Да, приехал без каких-либо решений или каких-то домашних заготовок. То есть каждому визиту предстоит какая-то дополнительная работа. Вот если брать там, например, тот же Борис Джонсон приезжал и в результате своего визита говорил о какой-то конкретной части военной поддержки Украину. Да, так вот, то есть каждый представитель Европы или другой страны что-то привозит в Киев. В кавычках. Как правило, хорошие новости. Вот что, по-вашему, привезла Вера Юрова? Все-таки она приехала с вопросами. В сфере ее ответственности сейчас находятся, в том числе, права национальных меньшин, борьба с коррупцией. Она это написала в CTX, то, что вы уже цитировали. Еврокомиссия, она подготовила доклад для Совета Европейского о том, можно ли принимать решение по переходу переговоров о членстве с Украиной. И в этом докладе был отмечен прогресс по всем направлениям. Была рекомендация принять решение о переговорах о членстве. Но продолжается выполнение рекомендаций. Допустим, то, что касается борьбы с коррупцией. У нас в первом члене прошлой недели приняли законопроекты о увеличении количества детективов НАБУ, о ограничении влияния Офиса Генпрокурора на специализированную антикоррупционную прокуратуру и расширение полномочий Национального агентства подвращения коррупции. Я так понимаю, у госпожи Юровой была встреча в парламенте для того, чтобы понять, что будет на выходе, насколько готовятся эти законопроекты к которому члену, когда они будут приняты. Для того, чтобы она, как высокодолжительное лицо Еврокомиссии, при подготовке материалов для Ю-Канцел, именно указала, что Украина имеет всю политическую волю и даже консенсус власти и оппозиции в парламенте для принятия соответствующих законов. И второй вопрос, который она наверняка изучала, это насколько будет изменяться законодательство образования и языке, и будут учитываться пожелания Венгрии и часть рекомендаций Венецианской комиссии. То есть у нас все еще тоже идет политическая дискуссия, насколько можно будет изменить эти законы. Борьбы с коррупцией. Вот очень показательный в этом отношении пример о том, как эта тема звучала, инспирированная российской пропагандой, что, мол, военная помощь Украине, западная военная помощь разворовывается. И достаточно много было манипуляций по этому поводу. И вот Украина и Запад очень даже доходчиво объяснили скептикам, что это настолько прозрачный процесс, что, ну, в принципе, здесь никаких манипуляций, шаг лево, шаг право быть не может. Так вот, может это быть каким-то лакмусовой бумажкой по поводу коррупции, что Украина в этом отношении открыта? Вот с вашей точки зрения, насколько убедительно может быть и Украина в этом вопросе борьбы с коррупцией? Прозрачность расходования средств военного бюджета – это заинтересованность не только наших партнеров, но и самих украинцев. Мы очень трепетно к этому относимся. И поэтому следует отметить, что в Министерстве обороны проведен ряд реформ в последнее время по усилению прозрачности и подконтрольности. Создано агентство тыловых закупок, которое изменяет процедуры закупок в соответствии с рекомендациями счетной палаты. Создан общественный антикоррупционный совет. Там уважаемые журналисты и эксперты, которые вычитывают все контракты, все цены, сравнивают и отчитывают обществу. Еще более усилено сотрудничество с иностранными партнерами в плане именно контроля. Американцы назначили Роберта Сторча руководителем группы инспекторов. Они тоже получают полный допуск для того, чтобы изучать все закупки. И поэтому действительно эти реформы – это демонстрация и ЕС, и американским партнерам, и украинскому обществу в том, что мы осознаем важность этого направления и важность всех антикоррупционных шагов в этом направлении. Ну, опять же, если смотреть и на фигуру Веры Юровой, и на те вопросы, с которыми она приехала, то я так понимаю, что сейчас, в принципе, идет такая достаточно основательная глубокая работа по подготовке дальнейшего и вступления Украины в Европейский Союз, и сотрудничества, и взаимопомощи. То есть, ну, на самом деле, достаточно сейчас хороший фундамент закладывается для дальнейших каких-то перспектив. Ну, более того, у нас буквально пару недель назад, в ноябре, президент Зеленский подписал указ, которым дал очень конкретные поручения правительству Украины уже готовить переговорную группу, которая приступит к работе по переговорам о членстве сразу после решения Совета Европейского Союза. То есть, мы понимаем, что это тоже нужно бюрократический месяц для того, чтобы подготовить людей, подготовить материалы, подготовить директивы. Так вот, мы, не дожидаясь решения Совета ЕС, уже делаем все шаги с нашей стороны. Точно так же, как координация всех необходимых решений и правительства, и парламента для выполнения рекомендаций Евросоюза, это тоже у нас стоит приоритетом для всех органов власти, потому что мы понимаем, что наши зрители на рту Украины очень ждут этого решения для продвижения полноправного учреждения. И мы понимаем, что хотя окончательное решение о членстве может быть через несколько лет, но все промежуточные решения, они тоже исключительно важны, потому что они касаются интеграции граждан Украины в Европу. То есть, это право на работу, право на социальную защиту, и, возможно, одно из самых важных, это реальное право торговли без квот и ограничений. Вот прошлым летом 2022 года, в связи с войной, наш бизнес получил эти права, и это повлияло на то, что наш бизнес начал зарабатывать гораздо больше на европейских рынках. То есть, не давайте нам деньги, давайте нам возможность с вами торговать без квот ограничений, и таким образом Украина сможет развить свою экономику и занять свое достойное место в общее европейское экономическом пространстве. И при этом мы достаточно часто наблюдаем в последнее время высоких гостей в Киеве. С чем это может быть связано? Ждать каких-то новостей, возможно, мы можем в будущем? Ну, часть переговоров, конечно, происходит и в телефонном режиме, по видеосвязи, но поскольку решения готовятся очень серьезные, то личные визиты позволяют высоким представителям пообщаться не только с первым, вторым лицами Украины, там, с руководителем правительства и парламента, но, что касается парламента, допустим, со всеми фракциями, они встречаются с общественными экспертами, то есть они получают полную картину и убеждаются в том, что желание Украины вступить в НАТО, вступить в Европейский Союз, оно подкрепляется действиями всего общества. То есть действительно это не только решение именно этого правительства или именно этого президента. То есть есть консенсус, и каждый выполняет свою часть работы, осознавая долгий путь и все проблемы, вызовы, которые здесь стоят. А то, что приезжают высокие визитеры, это позитиво, это позволяет миру не забывать об Украине. Все-таки после каждого визита они становятся нашими послами в некотором роде, потому что они видят, что здесь происходит, и они могут с этой полученной информацией делиться и в своих странах, и в межгосударственных институциях. Более детально остановимся еще на одном пункте украинского домашнего задания. Это о правах национальных меньшин в Украине. Нашей стране нужно выполнить еще ряд рекомендаций Венецианской комиссии. О чем идет речь и насколько это сложно, и насколько это можно сделать в кратчайшие сроки? Это довольно сложно, потому что это вопрос очень чувствительный для украинских политиков и для больших групп населения. Его можно разделить на два. Один – это права венгерского меньшинства, румыноязычного, польскоязычного, но, наверное, более всего все-таки венгероязычного. Страна Венгрия и некоторые венгерские организации, которые состоят из украинцев венгерского происхождения, они просят все-таки расширить право обучения на венгерском языке в школах, где компактно проживают венгроговорящие граждане. Но на сегодня это входит в противоречие с законом о языке, с законом образования, где у нас все государственное образование должно проходить исключительно на украинском языке. Это очень долгая дискуссия. Ну и, скажем честно, даже в последних заявлениях Виктора Орбана он меньше говорит уже об этом вопросе, больше говорит о геополитике. То есть мы понимаем, что это часто используется для спекуляций. Все-таки проблема не настолько велика. У нас в Закарпатье дружно живут представители всех национальностей. Это наш многонациональный регион, и там никогда не было межнациональных проблем. И поэтому оно решалось как-то более спокойно. А вторая часть вопроса, это русскоязычные украинцы, что стало еще, наверное, более чувствительным в связи с полномасштабной войной. Венецианская комиссия говорит о том, что ограничения для русского языка, которые сейчас в закон заложены, по-моему, на пять лет после окончания войны еще, можно было бы сократить. Естественно, волнение такой рекомендации, это тоже может вызвать довольно эмоциональные дебаты в украинском парламенте и общественном. Для вступления Украины в Евросоюз нужно одобрение всех 27 стран сообщества. По последним вопросам, приблизительная треть населения таких стран, как Венгрия, Греция, Болгария, по-моему, еще Австрия, вот они против вступления на данном этапе Украины. То есть отчего это происходит, как это мнение изменить? Вот вы говорили о том, что из-за войны Украина приблизилась к Европе, вышла на их рынки. Возможно ли это от того, что боятся конкуренции некоторые отрасли хозяйства, там, этих стран, ну, если говорить, что Украина очень мощная аграрная страна, так вот в Европе боятся вступления Украины в Евросоюз именно из-за того, что будет создана со стороны Украины конкуренция? Да, и при том, в основном, это конкуренция за так называемые структурные фонды и фонды выравнивания. То есть когда новая страна с более бедной экономикой вступает в Европейский Союз, она получает преимущественное право на использование вот этих общих денег. И если сейчас вот эти фонды структурные выравнивания в основном тратятся в Восточной и Южной Европе, в странах, которые вы назвали, то после вступления Украины они будут перераспределены. И да, их фермеры получат гораздо меньше субвенций, а эти субвенции пойдут в Украину. Учитывая огромный размер Украины, а там субвенция идет на гектар, то перераспределение это будет десятки миллиардов евро. И поэтому здесь, честно говоря, ничего о ценностях, а все о материальных ценностях. То есть там уже просчитали, что им придется больше работать, а меньше получать деньги в бюсселе. И при этом, опять же, еще хотелось бы отдельно обратить внимание на вопрос помощи и поддержки. То, что, опять же, сейчас мы часто видим представителей Европейского Союза в Украине, то, что на таком уровне происходит встреча, насколько это тоже может сейчас подтвердить, то, что готовы страны Евросоюза оказывать и дальнейшую помощь, и поддержку Украине? Украинская дипломатия работает по двум направлениям во время всего периода полномасштабной войны. Одно это именно с официальными лицами, с правительствами, с дипломатами других стран, для того, чтобы производить более рациональные дискуссии. Но поскольку наши партнеры, они все демократические страны, то украинская дипломатия использует пример прямого обращения к гражданам этих стран, понимая, что политики зависят от точки зрения граждан. И вот в общении с гражданами, конечно, больше говорится о неких эмоциональных и ценностных вещах, чтобы это влияло на их позицию. Хотя мы понимаем, что общественное настроение в Европе неоднозначное. Там растут экономические проблемы. А рост экономических проблем, он всегда приводит к активизации крайних партий. Поэтому результаты выборов в Словакии и Нидерландах это показали. А в следующем году выборы в Европейский парламент в мае или июне. И это, несомненно, тоже повлияет на изменение представительства разных партий в Европейском парламенте. И поэтому к этому нам надо тоже готовиться. Игорь Владимирович, ну вот если мы говорим о пути Украины в Евросоюз, то тут это одна сторона медали. А с другой стороны нужно еще оценивать готовность Евросоюза к расширению. А это тоже вопрос не одного года. Ну вот если утрируя говорить так, что вот Украина продемонстрировала прогресс, Украина выполнила все домашнее задание вот по пунктам и готова вступить. А Евросоюз, оказывается, вот в проведении реформ необходимых для расширения, вот как бы еще немножко поотстал. Может ли быть такая ситуация? Это большие дебаты внутри Европейского Союза. И вот в декабре на заседании Совета Европейского Союза enlargement, расширение, это тоже один из вопросов. То есть они будут принимать стратегические решения, насколько они готовы принимать Западные Балканы и Украину. И Молдову, и Грузию, которая стоит в очереди. В каких условиях и хоть примерно в какие сроки. И поэтому это будут глобальные политические решения. Они могут быть и пересматриваться еще потом по пути. Но это тоже предмет нашего большого длинного диалога. Ну, скажем честно, окончательное решение о вступлении в среднем от момента начала переговора занимало 5-7 лет для стран соседних с Украиной. Но после этого решения мы получим право голоса внутри Евросоюза и получим доступ к этим структурным фондам. Но это не означает, что до того мы не получим никаких преимуществ или ничего не будем делать. То есть все-таки каждый день у нас фактически принимаются какие-то секторальные решения. Адаптируется европейское законодательство. Мы принимаем новые стандарты в товарах, услугах, коммуникациях. И поэтому мы по факту все больше и больше интегрируемся. И поэтому даже до этого финального решения степень интеграции будет увеличиваться постепенно. И это будет касаться всего. Инвестиции в Украину, инфраструктурных проектов, доступа на рынки. Поэтому это не только борьба за финальное решение. Это и процесс, который обоюдно выгоден за обоих сторон. И как говорит одно из базовых неформальных европейских правил, то есть больше за больше. Вы делаете больше, мы вам разрешаем больше. Делаете еще больше, мы открываемся еще больше. Поэтому даже скорость окончательного решения зависит от дороги с двухсторонним движением. Владимир Владимирович, спасибо, что присоединились к нашему эфиру. Игорь Попов, эксперт Украинского института будущего, был с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom of Telegram, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Telegram в описании. Субтитры создавал DimaTorzok